Времена сложные, но деньги будут. На общероссийском форуме шла речь о работе НКО. Чем лучше заниматься и кто на это может дать средства. Итоги нефтяного турне президента Венесуэлы. После Ирана Катаро и Саудовской Аравии Николас Мадуро приехал на встречу к Владимиру Путину. Ополченцев убивали из американского оружия. Его нашли в аэропорту Донецка. Силовики оттуда ушли. Теперь там работают представители ОБСЕ. Лучше один раз увидеть. Киев очень хотел свалить на артиллерию, ополчение, гибель пассажиров автобуса под Волновах. Но появились вот эти кадры. Никаких ракет. У нас такое не пройдет. В России появится новое общественное движение «Айтимайдан». Название говорит само за себя. 23 часа в Москве. О главных событиях к этой минуте в нашем выпуске новостей на телеканале «Россия-24». В студии Антон Борисов. Здравствуйте. В столице Донбасса весь день под обстрелом украинской артиллерии. Мощные удары наносят по районам, которые находятся рядом с аэропортом. Дело в том, что воздушная гавань уже под контролем ополчения, но силовики пытаются как-то повлиять на ситуацию. Тем не менее, над терминалом флаг Народной Республики. Кстати, на бывших позициях так называемых «киборгов» нашли американское оружие. На месте событий был и наш спецкор в регионе Николай Долгачев. Это когда-то была кухня обычной квартиры в девятиэтажке, самый ближайший к аэропорту. Отсюда аэропорт было всегда хорошо видно, как и сейчас. Он там, где поднимаются клубы дыма. Бойцы армии ДНР контратаковали и взяли под свой контроль практически всю территорию аэропорта. Они вывесили флаг над зданием нового терминала. После того, как украинские военные многократно пытались штурмовать их позиции, была проведена контратака успешная. Украинские военные покидают территорию Донецкого аэропорта. Это позволяет им сделать наши военные. Это своеобразный жест доброй воли со стороны ДНР. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизни и чтобы не было напрасных жертв. В ответ надеемся, конечно же, что Киев будет поступать подобным образом. Всю территорию аэропорта контролируют бойцы ДНР. Сегодня украинская артиллерия нанесла удар по терминалам, используя реактивные системы «Ураган». Сейчас мы слышим взрывы. Что это? Ну, это украинские власти пытаются от нас аэропорта и подтянули, как нам известно, все силы, которые можно, дабы зачистить от нас аэропорт. Во время относительной тишины в контролируемый Донецкой республикой аэропорт направились сотрудники ОБСЕ, премьер-министр Александр Захарченко, офицеры наблюдательной миссии. Коломна остановилась в полукилометре, когда опять стали греметь взрывы. Наблюдатели ОБСЕ развернулись и уехали. Слишком опасно. Остальные пошли в сторону аэропорта. Здесь, где мы находимся, сейчас же здесь опасные стреляют. Да, опасные стреляют. Вы это прекрасно слышите. Разрывы вы видите. Воронки видите. Прилегающие к этой стратегически важной точке улицы разбиты и обстрелы продолжаются. Представители международной организации через некоторое время вернулись, следят за ситуацией издалека. Тем временем на нескольких участках линии противостояния идут бои, в том числе рядом с аэропортом. Но в то же время продолжаются попытки договориться и остановить огонь. То, что сейчас происходит, это эскалация конфликта? Все-таки война или переговоры возможны? Ну, нельзя говорить или. На самом деле ничего, одно другого никогда не отменяет. То есть попытки переговоров, попытки наладить диалог, особенно через посредников, мы не можем отказываться от предложений посредников и участвовать в диалоге. Поэтому диалог по большей части идет практически всегда. Параллельно с военными действиями? Да, конечно. И казалось бы, мир Киеву здесь нужен не меньше, чем донецкий уголь. Он лучше южноафриканского, который сейчас покупают втридорога. Первый эшелон угля сегодня отправился из Донбасса в Харьковскую область. В Киеве заявляли, что это невозможно из-за разрушения железнодорожных путей. Но сотни километров восстановлены. От станции Должанская через Штеров и Петровенку до Фащевки составы проходят беспрепятственно. Первая пробная партия отправлена бесплатно, чтобы показать, что это возможно. Сначала договаривались уголь продать по рыночной стоимости. Однако руководство ДНР не стало дожидаться, когда киевское правительство найдет деньги. Жителям Харьковщины нужно тепло. У Украины денег нет. Поэтому мы для народа, который там проживает, делаем уже с доброй волей. Вот эти пять вагонов, которые вы засняли, у которых порядка 300 тонн угля, будут отправлены на украинскую сторону, чтобы не говорили о том, что мы мешаем, что мы не даем этот уголь им. Нет, пожалуйста, пути отремонтированы. 300 тонн – только пробная партия. Технически возможны масштабные поставки. Экономическое сотрудничество выгодно обеим сторонам, и оно может начаться прямо сейчас. Главное, чтобы установился мир. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Азат Атагонов, Андрей Руденко, Вести, Донбасс. Ну а сейчас о кадрах, которые камня на камне не оставляют от версии Киева. Это запись с видеорегистратора момента взрыва около автобуса под Волновах. И напомню, тогда погибли 12 мирных жителей. Киевские власти тут же заявили – стреляли ополченцы из установки «Град». Но сейчас даже не специалистам понятно, что поражения снарядом, о котором говорят, не было. И все же изучать кадры теперь будут эксперты. Посмотрел и наш корреспондент Евгений Рожков. Взрыв пассажирского автобуса, снятый камерой видеорегистратора одной из машин. Водитель сразу же после этого стремится уехать как можно подальше. А вот съемка с камеры видеонаблюдения, установленной на вышке поста ГАИ. Похоже, в это самое время. Обстрел территории рядом с Волновахой ведется реактивными комплексами «Град». С 14.25 по местному времени снаряды накрывают поле по обе стороны дороги. По направлению разлета земли и снега можно понять, откуда присланы снаряды. Получается, что из-за камеры со стороны железнодорожной станции Волноваха. А эта территория подконтрольная Нацгвардии и регулярной армии Украины. Съемка на этом не заканчивается. Идет длинная перемотка. И примерно через полчаса кто-то, видимо, взобравшись на башню, руками поворачивает камеру. Градусов на 90. В кадре появляется уже поврежденный автобус. Удар осколков по нему пришелся совсем в другом направлении. Перпендикулярно к градовским. К тому же, вокруг него на сотни метров больше ни одной воронки. То есть, связь между подрывом автобуса и бомбардировкой градами отсутствует. Никаких признаков града нет и в характере повреждений автобуса. В корпусе многочисленные отверстия от осколков. Но только с одной, правой стороны, им не хватило кинетической энергии. Если бы рядом упал реактивный снаряд, то осколки прошили бы его насквозь. К тому же, автобус явно загорелся бы от термоудара. Вот что произошло с таким же автобусом летом прошлого года, когда в 20 метрах от него упал украинский реактивный снаряд. Если бы он попал, значит, от автобуса бы ничего не осталось. А учитывая, что противоположная сторона автобуса абсолютно чистая, поэтому можно сказать, что была применена мин и МОН, потому что у них только на поражение личного состава, людей рассчитано. Поэтому была поражена только правая часть автобуса. Такого же мнения, посмотрев кадры с места, придерживается и военный эксперт из Лондона. Характер повреждений транспортного средства, а также ранений пострадавших, может свидетельствовать о подрыве на менее небольшой мощности. Осколки не достигли противоположного борта автобуса. Они застряли в одном борте и в телах пассажиров, сидевших на этой стороне. Своё расследование, правда, дистанционно начала и Донецкая Народная Республика. С правоохранительными органами Донецкой Народной Республики было возбуждено уголовное дело. По предварительным заключениям эксперты заявили, что, скорее всего, это было минонаправленное действие МОН. То есть эксперты склоняются к одному. Рядом с автобусом сработала противопехотная мина. Похоже, МОН-50. Мина осколочная, направленного поражения. Такие в большом количестве имеются на вооружении украинских войск. На одном из кадров съёмки военнослужащий несёт точно такую же в руке. А вот на ступенях автобуса и поражающий элемент МОН-50 – стальной цилиндр. И ещё одно обстоятельство. Не поваленное взрывом, а аккуратно спиленное дерево, чтобы не мешало действию взрыва. Именно так поступают минёры при закладке. Вот в специальном учебном ролике боевики правого сектора закладывают похожую мину. И тоже предварительно спилив мешающий ствол. И ещё одна неожиданная деталь. Среди явных осколочных отверстий немало и других – пулевых. Специалисты утверждают калибра 7,62 из автомата Калашникова. Очевидны также и следы от прострелов пуль автомата АКМ. Потому что ровные отверстия круглой формы говорят о том, что это ввёлся огонь из автомата. То есть автобус к тому же был ещё и обстрелян украинскими военными на блокпосту. Или преднамеренно, или же заподозрив в попытке прорыва через блокпост. Едем на первый же блокпост, впереди там два автобуса. Ну и остановились и стоим. Буквально прошло две минуты. Взрыв огромный. Наш автобус исковекал, двери позаклинило, окна все вылетели. Также специально вполне могли активировать и мину. Характер направленного взрыва подтверждают и те, кто остался в живых. Ну именно обстрелов я таких не слышала. Именно хлопок только автобус повернул, этим хлопком оттолкнул автобус, повыбивало окна. Может устанавливаться в различных вариантах управления. Это подреваться электрическим способом по проводам. Не исключаю варианта управления по радио. Многое можно было бы прояснить и зафиксировать тут же, если бы сразу на место трагедии унесшие 13 жизней были допущены эксперты ОБСЕ. Их допустили только через двое суток. А вот представители Донецкой Народной Республики не пустили до сих пор. Представители ОБСЕ выехали изначально сами на место трагедии, при этом не создав совместную комиссию. Учитывая тот факт, что территория контролируется нашими оппонентами, физической возможности нет обследовать этот автобус, а также обследовать место вокруг этого автобуса. А вот ополченцы Юго-Востока пригласили представителей миссии ОБСЕ сразу же. Показали им свои возможности. По определению координат мест позиций, артиллерийских и минометных средств противника и фиксации огневых ударов по Донецкой и Луганской областям. Мониторинг ведется по всей линии фронта, круглосуточно и упустить ничего не может. Так что данные по боевой активности украинской армии в ОБСЕ есть. Взрывы раздавались даже во время этой экскурсии. Какие улики успеют увидеть представители ОБСЕ на месте взрыва неизвестно. Таблички мины, которые расставлены вдоль всей дороги, и поражающие элементы от мин, выводы впереди. Всех наблюдателей больше всего поразило поведение официального Киева. До этого массовой гибели жители ДНР и ЛНР там просто не замечали. Теперь же, будто заметив, демонстрируют показательную скорбь. И это так странно совпадает с тут же объявленной президентом Порошенко мобилизацией. Евгений Рожков и Евгений Решетнев. Вести. Дата встречи на высшем уровне в формате нормандской четверки, которая должна пройти в Астане, еще неизвестна. Но подготовка к ней продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, как только все прояснится, об этом сообщат. Ранее при службе президента Казахстана заявили, что встреча может пройти в конце января. Речь идет о переговорах лидеров России, Украины, Германии и Франции по кризису в Донбассе. Но еще Дмитрий Песков рассказал, о чем шла речь на переговорах президентов России и Венесуэлы. Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили совместные проекты двух стран, в том числе в энергетике. Говорили о ситуации на нефтяном рынке. Перед тем, как мы обсуждаем вопросы мировой энергетики, хотел бы отметить, что не стоило, безусловно, его вернуться не просто нашим другом, а очень близким партнерам, из ведущих партнеров латинской. Поэтому я рад возможности поговорить и о наших двухсторонних отношениях. Имеется в виду и текущая работа, и крупные долгосрочные проекты. Мы вас очень рады видеть. Добро пожаловать. Мы также очень рады, что вы смогли снова приехать к вам, господин Путин. Мы приехали для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с нашими двусторонними отношениями, а также вопросы, связанные с темой стабилизации наших природных ресурсов. Вопросы очень важные для наших отношений, вопросы отношений России и Венесуэлы, России с другими латиноамериканцами. И мы хотели бы еще раз подтвердить нашу солидарность с российским народом и нашу глубочайшую веру в ваше умение работать и веру в то, что вы сможете выйти вперед и справиться с этой ситуацией. Венесуэла всегда будет Россия. Стоит отметить, что Венесуэла входит в десятку мировых производителей нефти. Президент страны за последние дни побывал в некоторых странах ОПЕК. Обсуждали цены на нефть. И вот все подробности в нашей справке. Николас Мадуро с начала января совершил ряд международных визитов, главной целью которых он назвал работу по стабилизации нефтяного рынка и восстановлению мировых цен на нефть. Первым пунктом стал Китай. В большей степени обсуждали двустороннее сотрудничество. Договорились о реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и социального развития на общую сумму в 20 миллиардов долларов. Следом Мадуро отправился в так называемое Ближневосточное турне, задачей которого провозгласил сохранение единства в ОПЕК, необходимого для восстановления порядка на рынке, при котором цены вернутся на уровень в 90 или 100 долларов за баррель. В ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани стороны договорились о совместной работе для поддержания мировых цен на нефть. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Сальманом Ибн Абдалязизом также подняли вопрос об использовании США метода добычи нефти путем гидроразрыва пластаток, называемого фрейтинга, который не раз критиковали за урон окружающей среде. Эти же вопросы следом Мадуро обсудил с Эмиром Катара, шейхом Тамимом Бенхаммадом Ат-Тани и президентом Алжира Абдалязизом Бутефликом. По итогам заявили о взаимном понимании и договорились о дальнейшем сотрудничестве в этом направлении. Еще Владимир Путин сегодня приехал в МГУ, где проходил общероссийский форум. Главная тема – взаимодействие государства и гражданского общества. И вот президент рассказал, что необходимо повысить эффективность работы некоммерческих организаций. Кто должен это сделать в первую очередь, узнал Павел Зарубин. Я могу. Я могу. Я могу. Вместе они могут все. Встать с инвалидного кресла, полететь на дельтаплане. Создатели Тульской благотворительной организации под названием «Могу» ежедневно доказывают, можно преодолеть любые трудности, если удастся преодолеть главные – собственные страхи и человеческую невнимательность. Очень много инвалидов. Сидят в четвертых стенах. Я как бы сам в 15 лет присидел дома. Но я потом сам себя вытащил. У нас, в принципе, такая ситуация для меня очень знакомая, как у Артёма. У меня у самого ребёнка инвалид. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу цвету. Они вместе поют, хотя многим даже говорить тяжело. Вместе ходят по магазинам, устраивают туристические поездки. Это некоммерческая организация, одна из многих в России, провозгласивших своей главной задачей – помощь людям. Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни. А чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись базовыми нашими ценностями. Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России. Россия нередко сталкивается с серьёзными вызовами. И чтобы достойно на них ответить, укрепить наше самосознание, нашу самостоятельность, суверенитет, в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и доверия в обществе. На поддержку НКО государство выделяет значительные деньги. За последние три года – 7,5 миллиардов рублей. Более того, в 2015 год ожидается ещё прирост по сравнению с 2014 на миллиард рублей. Это очень существенные суммы. Результаты тоже существенные. Помощь тысячам людей по всей стране. Одна из НКО разработала методику восстановления слуха у детей, которые после перенесённых операций полностью его лишились. Они не слышат, они петь ничего не будут. Национальный детский фонд помогает маленьким пациентам в онкоцентрах хотя бы ненадолго забыть об ужасной болезни. Дети сами создают мультфильмы, рисуют на бумаге и даже на песке. И это, по словам специалистов, оказывает положительный лечебный эффект. Путина попросили оставить рисунок на память. По мнению президента, некоммерческим организациям, как наиболее чутко чувствующим проблемы людей, вполне можно передать часть работы в социальной сфере. Но если в крупных городах НКО довольно сильны, то в некоторых регионах их нет вовсе. Я с трудом могу представить себе правозащитные организации как такие белые, пушистые, приятные во всех отношениях. Это уже не правозащитные организации. Они, конечно, неудобные. И заинтересованы ли часто местные власти в том, чтобы их поддерживать и развивать? Далеко не всегда, скажу прямо. За последние месяцы Путин встречался с правозащитниками, руководителями некоммерческих организаций уже несколько раз. И это, безусловно, серьёзнейший сигнал губернаторам и чиновникам на местах. Власть считает работу этих общественных организаций чрезвычайно важной. И пренебрегать ею не следует. Этого тем более не следует делать, учитывая, что всё больше людей становятся волонтёрами. Всё больше людей хотят помогать тем, кто попал в беду. Более 2,5 миллионов наших граждан приутили беженцев из зоны боевых действий в Украине. В 2014 году вектор гражданской активности сместился из политической сферы в социальную. Здесь нет ничего необычного. Выборы подойдут поближе. Мы с вами увидим, как эта активность перетекает в другую сторону. Но это не значит, что государство не будет поддерживать и НКО, работающие в политической сфере. Это должна быть такая деятельность, которая направлена на решение общенациональных задач. Но НКО нельзя и недопустимо использовать в решении узкопартийных вопросов. Иначе сама по себе суть коммерческой организации пропадает. Вот такую чисто политическую работу, которая тоже должна быть соответствующим образом цивилизованно выстроена, и борьба оппозиции с властью в том числе, она должна переноситься на чисто политическую платформу в сферу межпартийных отношений. Этот форум проходил в здании МГУ у ректора ведущего Университета России, недавно переназначенного на эту должность, много масштабных планов. Мы открыли астрономическую обсерваторию в горах Крачево-Черкесии. Это уникальная обсерватория. Это город, построенный в горах. Он оснащен, этот телескоп, новейшим оборудованием. 25 января университету исполнится уже 260 лет. Старейший университет, как и раньше, собирается опережать время МГУ. На территории в 100 гектаров начинает создание научно-технологической долины. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Андрей Юрчук, Мария Зинцова. Вести. Ну а сейчас вот такая вот цитата. Владимира Путина не пригласили на 70-летие освобождения Свенцима, потому что хотят приравнять Советский Союз к нацистской Германии. Это слова главы израильского отделения центра Симона Визенталя, Эфраима Зурова. Он отметил, что именно Советская армия освободила концлагерь. И то, что руководство России не пригласили на церемонию, по меньшей мере, странно. Напомню, польские власти не отправили приглашение российскому лидеру на торжества. Только уведомление о событии. Мое мнение, то, что Владимира Путина не пригласили, это очень серьезная ошибка. Многие могут связывать это с напряженностью между Россией и Европой по поводу Украины. Я думаю, что за этим решением, неправильным я подчеркну, стоит идеологическая война по поводу итогов Второй мировой. Мы видим, что прибалтийские и некоторые восточноевропейские страны систематически пытаются переписать историю. И представить все так, будто Советский Союз и Германия в равной степени виноваты в ужасах войны. Это, конечно, полнейший абсурд. И с этим нужно бороться. Многие жители этих стран участвовали в массовых убийствах, сотрудничали с нацистами. А сейчас пытаются представить себя жертвами советского режима. А если Путина не пригласить, то очень легко будет забыть, скрыть тот факт, что Красная Армия освободила Освенцин. Они пытаются уравнять режим, который развязал самую жестокую бойню за всю историю, я имею в виду нацистскую Германию, и страну, которая эту бойню остановила, Советский Союз. Мы будем бороться против такого пересмотра истории. Во французском Гренобле как-то странно прошла реконструкция военного мемориала. На семи могилах исчезли таблички «Русский солдат». Только имена и даты смерти. В Российском военно-историческом обществе нам рассказали, что, скорее всего, дело в небрежности. В ближайшее время надписи должны вернуть на место. Из штаб-квартиры полиции Бельгии эвакуированы все сотрудники в связи с угрозой взрыва. Сообщения об этом приходят из столицы королевства Брюсселя. Но подробностей пока нет. Ранее, сегодня же, в городе Вервье, недалеко от границы с Германией, прошла контртеррористическая операция. Два человека ликвидированы, один ранен. Всех подозревают в том, что они сотрудничали с боевиками, которые недавно вернулись в Бельгию из Сирии. Пока это все подробности спецоперации. Местные жители говорят, что услышали стрельбу и несколько взрывов. Немецкая газета Bild пишет, задержан двойной агент. Но перед этим он, возможно, успел слить в штаты имена и прозвище 3,5 тысяч агентов спецслужб Германии. У подозреваемого нашли жесткий диск. Но еще стало известно, что этот же шпион смог продать американцам более 200 секретных документов за 25 тысяч долларов. Как же его удалось разоблачить, расскажет Дарья Григорова. О том, что друг познается в БНД, американские спецслужбы знают, как никто другой. Шпион, работавший на ЦРУ, украл самое сокровенное, что может быть у разведки. Список имен и псевдонимов секретных агентов. Причем не несколько фамилий. Утекли данные о большей половине агентской сети. Список из 3500 работников БНД нашли на ноутбуке двойного агента. На то, чтобы получить доступ к зашифрованному компьютеру, у немецкой разведки ушло полгода. По данным газеты БИЛД, в украденном документе речь идет о сотрудниках, прикомандированных к немецким посольствам. А также об агентах, которые работают там, где служат миротворцы бундосфера. В Афганистане, Мали, Судане и Ливане. Дело серьезное. Ведь стали известны 3500 имен наших агентов. Причем среди них как бывшие сотрудники спецслужб, так и те, кто работает на БНД сейчас. 32-летний клерк БНД Маркус Р. был задержан еще летом. Агент тогда погорел на письмах в российское консульство. Он не постеснялся предложить свои услуги по обычной электронной почте. Незадачливый сотрудник смог скопировать 218 документов с грифом «секретно» и продать США за 75 тысяч евро. Был ли среди этих бумаг список агентов, неизвестно. Я до сих пор с нетерпением жду объяснений спецслужб о том, как рядовой сотрудник смог получить доступ к таким секретным документам и передать их иностранной разведке. И это после всего, что было. Сначала прослушка мобильного телефона Меркель, затем разоблачение двух американских шпионов подряд. Тогда Германия в ответ выслала главного резидента ЦРУ ГОФА. Этот скандал, как, впрочем, и предыдущие терпеливые немецкие политики, стараются побыстрее замять. В интервью немецкой прессе Вольфганг Босбах, член фракции ХДС Бундестаги, уверяет, что масштаб ущерба незаметен. Речь идет о не очень-то актуальном списке, составленном в 2011 году. На сегодняшний день у нас нет данных о том, успел ли Маркус Р. продать список имен агентов иностранным спецслужбам, к примеру, России или Китая. Пока удалось выяснить одно. США получили по меньшей мере часть этого перечня. Так что изменения политики Берлина в отношении Вашингтона после громкой публикации эксперты не ожидают. Как и комментариев со стороны ЦРУ. Какие у друзей могут быть секреты? Дарья Григорова, Александр Коростелев и Андрей Путра. Вести из Берлина. Еще интересная новость из Германии. Теперь даже такой опытный политик, как Ангела Меркель, допустила ошибку, которая тут же разлетелась посредством массовой информации. Выступая в Бундестаге, канцлер сказала, что антисемитизм – гражданский долг Германии. И также это касается нападений на мечети. Теперь, например, издание «Ренища пост» пишет, что ошибка полностью изменила смысл заявления. Потом в тексте официального заявления, конечно же, оговорку исправить. Трубы из России не будет, российского газа тоже. Зато теперь есть обещание Джона Керри. Госсекретарь США приехал в Болгарию, власти которой сейчас думают, а что же делать после остановки проекта «Южный поток». В общем, Керри обещал помочь болгарам с энергией. Правда, чем конкретно, неизвестно. Заявил только, что штаты вскоре пришлют в Софию советника. Кстати, американцы не прочь заняться вместо «Росатома» и строительством болгарских АЭС. Ну а еще, кортеж Керри встречали акции протеста. Люди с плакатами, на которых было написано, что они против войны с Россией. А также против сланцевой добычи. По слухам, именно такие проекты Вашингтон планирует на территории Болгарии. Парламент Белоруссии проголосовал за нового премьера. Единогласно поддержали Андрея Кобякова. Его представил президент Александр Лукашенко. И сразу поставил задачи всему кабинету министров. Во-первых, стабилизировать ситуацию в экономике и активно продвигать белорусские товары. Там и прагматизм, там в том числе и история на Западе. Поэтому пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России, что мы будем настойчиво, целенаправленно идти к нормализации отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Сигналов в настоящее время предостаточно. При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия не готова ухудшать отношения с Россией. Товарооборот двух стран больше 40 миллиардов долларов. А это почти половина внешней торговли страны. Помните, Россию нам никто не заменит. И когда мы ведем диалог с Западом и будем вести с Америкой, Евросоюзом, с другими, будем вести, мы им задаем один вопрос. Я открыто об этом говорил. Если вы нам намекаете на наши отношения с Россией, конкретный вопрос, вы нам замените Россию? Нет. Так зачем вы нас тянете в болото? На примере братской Украины мы уже убедились, во что это выливается. Власти Литвы напечатали специальные брошюры. Там рекомендации для граждан на случай, процитирую, войны в результате внешней агрессии. Кто агрессор, правда, не написано. Но местные СМИ уже поспешили написать. Такие инструкции – это следствие действий России на Украине. Опять же, нет уточнений, каких действий. В итоге, Минобороны советуют жителям в случае оккупации проводить митинги и демонстрации, организовываться с помощью социальных сетей и устраивать кибератаки против врага. В России создают новое движение «Антимайдан». Цель, собственно, понятна из названия. Инициаторы – известные политики и общественные деятели. Дмитрий Петров о новой общественной селе. Боль и тревога за братскую Украину и ответственность за будущее России подвигли этих людей на решительные действия. Несколько сотен человек вышли на Манежную площадь, чтобы заявить о своей позиции. Я видел, с чего начинался Майдан, война в Украине. И вот, чтобы не было такого тут, я и пришел. А несколькими часами ранее на учредительной пресс-конференции Николай Стариков зачитал меморандум российского движения «Антимайдан». Мы – россияне, которым дорога судьба и будущее наших детей. Мы объединяемся в движении «Антимайдан», потому что любим Россию и хотим сохранить и сберечь нашу великую страну. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Все уличные движения, все светлые революции, они, как показывает практика, приводят в кровь. Нельзя, чтобы меньшинство навязывало свою волю большинству. Отставной офицер и один из лидеров общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин говорит, что за ним стоят 108 тысяч офицеров. Тех, кто прошел горячие точки и сейчас снова готов встать на защиту Родины. А вот многократная чемпионка и призер международных соревнований по единоборствам Юлия Березикова в «Антимайдане» представляет интересы и чаяния десятков тысяч своих соперников и коллег на ринге. Моя задача, прежде всего, общаться с молодежью, сплотить людей вокруг себя единомышленников, потому что сейчас, как никогда, можно опереться на спортивно-патриотическое воспитание. Кому, как ни хирургу, чьи друзья и соратники приняли самое активное участие в спасении Крыма, известно, откуда ждать беды. Оранжевый этот зверек уже точит зубы на нашу страну. Вот эти старухи из-за океанских уже пекут пирожки, чтобы раздавать их здесь у нас на площадях, стравляя между собой людей. Но главный ночной волк России просит не считать его кровожадным. Давить не собираемся, это раз. Во-вторых, я еще раз говорю, это сделано скорее такой посыл всем остальным людям, что надо объединяться нам. Все, уже время кончилось. Здесь, значит, что среди нас не должно быть сидящихся на заборе. Либо налево, либо направо. Понимаешь, это уже час икс наступает. Здесь мы хотим объединить вокруг себя единомышленников или прийти к единомышленникам. А вот Юлия Березикова на прямой вопрос журналистов, готова ли она задействовать против революционеров, весь свой рукопашный потенциал отвечает прямо. Если нам понадобится защищаться в целях защиты, самообороны, конечно, я буду готова применить. На самом деле, антимайдан разворачивается пока только в совершенно мирные колонны. Посмотрим глаза в глаза тем, кто пытается начать раскачивать ситуацию, чтобы дать им понять, что не надо этого делать. Даже не пытайтесь. Антимайдан создается как общественное движение, а это значит, что участие в нем будет добровольным и безвозмездным. Первые акции пройдут в формате мирных шествий. Ну а в ближайшее время будут созданы органы управления, штаб антимайдана и избран его непосредственный руководитель. Дмитрий Петров, Александр Терехов, Виктор Мамаев и Юрий Липатников. Вести. Ну вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Место встречи изменить можно. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков сегодня был на допросе в суде, где и встретился с Евгением Васильевым. И при чем здесь финансы? В знаменитой высшей школе экономики назревает скандал. На лекциях рассказывали о заряженной воде и животных экстрасенсах. Готов показать барракуду не хуже девушек? Этот элемент синхронного плавания на чемпионате мира в Казани впервые может показать Александр Мальцев. Теперь разрешили смешанные дуэты. А теперь подробнее. Анатолий Сердюков сегодня встретился с Евгением Васильевым. Обстановка, правда, была сугубо судебной. Бывший министр обороны отдавал показания по делу оборонсервиса. Васильева главная фигурантка. Что же рассказал Сердюков, знает Ирина Куксенкова. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков прибыл в Пресненский суд столицы на автомобиле с мигалкой без опозданий ровно в 10 утра. В сопровождении охраны он проследовал прямиком в зал заседаний. Никакого общения с прессой. Журналистов, кстати, на допрос не пустили, но вывели трансляцию на монитор в специально оборудованной комнате. В зале заседания уже находилась главная фигурантка дела, бывшая директор департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Она, в отличие от своего бывшего начальника, прибыла в Пресненский суд, наладя колени в сопровождении судебных приставов. Уже более двух лет Васильева содержится под домашним арестом. Судья проверила паспорт Сердюкова, и только после этого военный следователь начал задавать вопросы свидетелю. Именно в таком качестве экс-глава оборонного ведомства проходит по этому делу. Сердюков рассказал, как познакомился с Васильевой. Это произошло в Петербурге на совещании, когда она зачитывала рабочий доклад. Рапорт Сердюкову понравился. И экс-министр сделал Васильевой предложение стать его советником и возглавить департамент имущественных отношений. Мне очень понравился доклад Евгении Николаевны. Я пригласил ее на совещание, где мы с ней обсудили некоторые вопросы. Во время допроса Сердюков утверждал, что Васильева – прекрасный специалист. Не вводил его в заблуждение и не оказывал на него никакого давления во время продажи дорогостоящих объектов Минобороны по заниженной цене. Дело оборонсервиса – один из самых масштабных уголовных процессов похищения бюджетных средств в истории современной России. Ущерб, нанесенный Министерству обороны, оценивается в более чем 3 миллиарда рублей. По версии следствия, схема выглядела так. Объекты Минобороны в престижных районах оценивались по неадекватной низко стоимости и затем продавались аффилированным компаниям. Согласно материалам дела, руководила аферой одна из амазонок-министра Евгения Васильева. Амазонками молодых блондинок, ближайших подчиненных Анатолия Сердюкова, прозвали журналисты с подачей недовольных положением дел в оборонном ведомстве генералов. Когда следователи два года назад пришли с обыском в роскошные апартаменты Васильевой в Молочном переулке, то обнаружили там 51 тысячу драгоценных камней, 19 килограммов золота и платины. По оценкам специалистов, стоимость ювелирных коллекций составила 130 миллионов рублей. Кроме того, в доме Васильевой были найдены картины. О них сегодня обвиняемая и спросила Анатолия Сердюкова. Бывший министр обороны ответил, что за месяц до его отставки в ведомстве прошла прокурорская проверка, и полотна Шишкина и Левитана были на месте. О их дальнейшей судьбе ему неизвестно. Кстати, Сердюков во время допроса ни разу не взглянул на Васильеву. Их глаза встретились только, когда она еле слышно спросила его, «Я когда-нибудь вас обманывала?» Сердюков отрицательно покачал головой и добавил, «Это невозможно». За время домашнего ареста Васильева, казалось бы, сделала все, чтобы обратить внимание на свою несчастную женскую долю. Эпотирующие фото и записи в соцсетях, сборник поэзии, выставка собственных картин и даже клип про красненькие тапочки. Но сегодня на процессе бывшая чиновница держалась холодно и отстраненно, не шутила и не смеялась, как обычно. Улыбнулась женщина лишь однажды, когда судья объявила о завершении допроса Анатолия Сердюкова. Ирина Куксенкова, Вести. В Великом Новгороде разыскивают водителя, который сегодня вечером сбил нескольких пешеходов. «Семерка» на большой скорости вылетела на автобусную остановку. Один человек погиб, трое получили тяжелые травмы. Водитель сбежал, оставил машину, а в ней своего пассажира. На месте аварии сейчас работают следователи. В Ростове-на-Дону умерла российская теннисистка Виолетта Дегтярева. Девушке было всего 23 года. Мать одной из подруг спортсменки Татьяна Вдовенко написала на своей странице в соцсети, что Виолетте стало плохо во время тренировки. Причины смерти врачи назвали сердечную недостаточность. Всего в своей карьере Дегтярева выиграла более 20 матчей, но высоких результатов показать так и не успела. В центре нового скандала оказалась олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лошманова. Теперь ее могут отстранить от соревнований, причем во второй раз. Но подозревают спортсменку в том, что в конце декабря она участвовала в чемпионате Мордовии, при том, что два года ей запрещено выступать за применение допинга. В Саранском центре ходьбы все отрицают. В свою очередь Федерация легкой атлетики обещает провести расследование. Ну а в синхронном плавании появятся смешанные дуэты. Такие пары можно будет увидеть летом в Казани на чемпионате мира по водным видам спорта. Уже известно, что Россию представит Александр Мальцев. Единственный в нашей сборной мужчина-синхронист. Кто станет его партнершей пока непонятно. Напомню, разыграть медали в смешанных дуэтах разрешили два месяца назад на конгрессе Международной Федерации плавания. Есть еще много неточностей. Будет ли этот дуэт входить в зачет чемпионата мира или они будут вне зачета. Какая спортсменка может стоять, которая участвует в групповых или дуэтных выступлениях. Поэтому пока что каких-то конкретных выводов и решений никто дать не может. Типовые проекты детских садов по цене элитного жилья. Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили, что строители сильно завышают стоимость работ в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, цены сильно отличаются не только в соседних регионах, а часто в одном и том же. Например, в Октябрьском районе Югры стоимость детсада в два раза выше утвержденных норм Федерального агентства по строительству. При этом в Сургуте детсад точно такой же, но власти сумели уложиться в нормативы. Заряженная вода, самовозгорание людей и животные, которые читают мысли. Это тема не цикла мистических передач, а лекций уважаемого института Высшей школы экономики. Причем здесь финансы еще предстоит выяснить, но уже понятно, назревает скандал. Зачем-то приглашали педагогов, которые рассказывали о вещах, далеких от науки. Вот на этот вопрос попробовала ответить Дина Иванова. Второкурсник Высшей школы экономики Семен Бочкарев до сих пор под впечатлением от лекции, на которой побывал во вторник. Приглашенный профессор Валерий Слесарев в деканате уверяли, видный ученый говорил такое, что сначала показалось. Он шутит, конечно. Он рассказывал про некий опыт, когда люди оставляли старушку в кресле, уходили, а когда возвращались, видели в ней кучку пепла. И он этим считал, что это подтверждает его теорию. Дальше больше. Однокурсники Семена говорят, за лектором только и успевали записывать. В том числе и на диктофон. Его гениальные мысли. Таблетки от головы не лечат, потому что их поедают, а должны они быть в голове, оказаться, чтобы лечить. Был еще любопытный пассаж про кошек и собак, которые, оказывается, умеют читать мысли. Если вы думаете, что они понимают ваши слова, то, как вы думаете, они читают ваши мысли. Никаких, понятно, доказательств, но лектор в своей правоте на 100% уверен. Валерий Иванович Слесарев, химик, работал в Санкт-Петербургской государственной академии имени Мечникова. Но потом увлекся водой и в научных поисках явно заплыл за буйки. Заявил, что вода – жидкость особенная, передает информацию, больше того, у нее есть память. Рассказанные студентам высшей школы экономики истории о превратившейся в пепел старушки и читающих мысли собаках, каким-то образом именно эти идеи должны были подтвердить. В Российской академии наук за творчеством Слесарева, как оказалось, пристально следят. И давно уже признали его лжеученым. Это человек, который построил какую-то совершенно лженаучную идею о аквакоммуникации и заразил этим, как мне кажется, средства массовой информации. Преподает Слесарев, по его собственному утверждению, в самых престижных вузах России. Читает лекции даже за границей. Студентам Московского института отрекомендовался как профессор Оксфорда. Впрочем, после лекции неожиданно проговорился. Мне стало интересно, он же профессор Оксфорского университета. Неужели он там же на полном серьезе это же рассказывает? Подошел к нему с этим вопросом и на что он мне в ответ открыто сказал, что он купил звание профессора Оксфорда, чтобы у него было хоть какое-то влияние. И среди штатных сотрудников высшей школы экономики обнаружились сторонники крайне нестандартных подходов к науке. Профессор Людмила Болотова предложила студентам провести необычный эксперимент. Взять три стакана воды, один обычный, другой поставить перед иконой и третьему предложить послушать рок-музыку. И по ее убеждению вода в первом стакане будет обычной, вода перед иконой будет обладать какими-то чудесными свойствами, а вода, которая слушала рок-музыку, она будет опасной для человека, неприятной на вкус, запах будет плохой. Студенты проверять не стали, сразу пошли к руководителю института и попросили объяснить, почему на лекциях они должны слушать эту антинаучную чушь. Вы не ждали, что вы будете говорить про живую воду, про собак, которые читают мысли? Нет, мы не ждали. Поэтому мы планируем вот завтра провести здесь у нас в стенах такую встречу и студентов, и наших ученых. И мы договорились с комиссией Академии наук по лженаукам, что они приедут, их представители тоже поучаствуют в этом. Ну, я думаю, что это должно быть предметом какого-то обсуждения. Назначенную на пятницу лекцию госпожи Болотовой, которая предлагала заряжать воду иконами, пока отменять не стали. Впрочем, теперь она, скорее всего, пройдет в присутствии директора Института электроники и математики. Дина Иванова, Владимир Годунов, Вести.